всем привет дорогие слушатели с вами никита жуков я врач невролог и сегодня расскажу вам про инсульт инфаркт и чем же они различаются поскольку я врач невролог то тема инсульта для меня особенно близка этим занимаются именно неврологи но начнем мы все-таки с инфаркта инфарктом называют гибель участка ткани из-за того что туда перестала поступать кровь и соответственно перестал поступать кислород который приносит кровь без кислорода наши клетки жить не могут это факт кровь ко всем органам доставляется по сосудам это полые трубочки вполне аналогичные трубопроводу в наших домах только конечно они не железные а живые однако засоряться они могут тоже аналогично обычному трубопроводу не грязью и волосами а тромбами и эмболами чаще всего происходит именно тромбоз тромб это сгусток крови он появляется в сосуде когда есть какое-то повреждение и его приходят заделывать тромбоциты специальные форменные элементы крови которые нужны чтобы залатать повреждения сделать этакую заплатку если повреждение большое или старое или есть еще какие-то особенности например повышенное артериальное давление то тромб может оторваться от повреждения и улететь вместе с кровотоком дальше по кровеносному руслу и давление запросто пригонит его туда где сосуд становится узким меньше размера тромба тогда возникает закупорка которую мы называем тромбоз дальше кровь не течет или протекает в недостаточном количестве и те ткани к которым несет кровь этот сосуд испытывают кислородное голодание без питательных веществ клетки могут какое-то время протянуть а вот без кислорода увы никак вслед за голоданием буквально через несколько минут начинается гибель клеток когда перекрытый сосуд достаточно мелкий то кровоснабжение может восстановиться за счет коллатералей это альтернативные пути по другим сосудам по которым кровь может все-таки достичь клеток куда перестала поступать кровь и тогда эти клетки не погибнут и никто может быть даже не заметит что был какой-то там мелкий тромбоз но если сосуд достаточно большой и описанное коллатеральное кровоснабжение не спасает то происходит все-таки гибель клеток со всеми сопутствующими неприятностями снижением функции конкретного органа где произошел тромбоз болью в этой области или даже где-то рядом и соответствующей общей реакции организма при инфаркте в сердце она начинает хуже прокачивать кровь из-за снижения движений в частично погибшей мышцы обычно это проявляется очень сильной болью в глубине грудной клетки ощущением страха смерти недомоганием слабостью и всеми прочими неприятными вещами чаще всего термин инфаркт применяется именно по отношению к сердцу тогда это называется инфаркт миокарда но перекрытие сосуда может возникнуть где угодно и мы запросто можем получить инфаркт почки или кишечника или селезенки в некоторых органах это может называться немного иначе например инфаркт легкого называется тела тромбоэмболия легочной артерии потому что именно туда чаще всего улетают тромбы если они летят в сторону легких в легочные артерии однако в одном органе для инфаркта для тромбоза для этого есть специальное название и в общем-то сам орган тоже очень специальный головной мозг происходит там все примерно то же самое где-то внутри сосуда в организме отрывается тромб и улетает с кровотоком в сосуды головы где перекрывает кислород нервным клеткам и они начинают погибать это называется ишемический инсульт или по официальной классификации о нмк острое нарушение мозгового кровообращения проявляется тем за что отвечала поврежденная область мозга чаще всего это рука нога мышцы лица в том числе это может быть нарушение речи или нарушение восприятия речи или нарушение зрения или слуха и так далее вариантов бесконечное количество в общем-то все функции контролируются головным мозгом и если в каком-то участке произойдет тромбоз и вследствие этого инсульт и гибель нервных клеток то соответственно эти функции будут страдать или даже полностью выпадать самые частые зоны отвечающие за движение руки ноги мышц лица получают кровь из средней мозговой артерии именно туда чаще всего попадает тромб из-за анатомических особенностей причем с противоположной стороны тела если мозг поврежден справа то паралич в теле будет слева это происходит тоже по причине анатомических особенностей нервные пути в нашем организме перекрещиваются с одной стороны тела на другую это просто интересный анатомический факт если хотите подробнее то стоит изучить атлас по анатомии нервной системы в 20-х годах 20 века на севере сша и канады внезапно и массово стали гибнуть быки и коровы незадолго до смерти у животных наблюдались кровотечения после небольших процедур вроде удаления рогов или кастрации причиной смерти стала большая потеря крови в 1921 году канадский ветеринар патологоанатом фрэнк шофилд установил что все погибшие животные ели заплесневевший силос сладкого клевера который оказался мощным антикоагулянтом веществом которое угнетает способность крови к сворачиванию однако обнаружить антикоагулирующее вещество составе сладкого клевера ученым удалось только к 1941 году в 1933 году группа химиков под руководством карла пауля линка выделили вещество из испорченного силоса что вызывало у коров кровотечение и описали его прошло пять лет прежде чем ученик линка смог получить первые 6 миллиграмм кристаллического антикоагулянта на основе этих и последующих исследований в 1941 году был запатентован первый антикоагулянтный препарат который назвали дикумарол сам карл линк на этом свои исследования не остановил до 1948 года он работал над созданием более мощного антикоагулянта который можно было бы применять в качестве отравы для грызунов так на свет появился варфарин его популярность сразу же стала колоссальной однако в медицине он будет использоваться гораздо позже в 1951 году призывник армии сша пытался покончить с собой приняв крысиный яд на основе варфарина в госпитале бедняга быстро поправился так как врачи давали ему витамин к что по сути является антидотом к яду с тех пор начались исследования терапевтических свойств варфарина и в 1954 году он был признан лекарством одним из первых кто испробовал на себе варфарин был президент сша дуайт эйзенхауэр которого лечили от сердечного приступа по легенде лаврентий берия и никита хрущев использовали варфарин чтобы отравить иосифа сталина варфарин предотвращает образование тромбов в крови и по сей день используется в терапии и профилактики тромбозов инфаркта миокарда и шимических атак и инсульта найти варфарин и другие лекарственные препараты которые стали доступны медицине в том числе и благодаря удивительному стечению обстоятельств можно у нашего спонсора аптека точка ру зайдите на сайт или скачайте приложение благодаря аптека точка ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов заказывать можно прямо на сайте аптека точка ру а купить заказанный товар в любой аптеке партнере находящийся возле дома работы или другой точки города которая вам удобно а специально для наших слушателей аптека точка ру предлагает промокод здоровье на скидку 10 процентов на первый заказ ссылка и промокод в описании подкаста что же делать если у человека возник инсульт или есть какое-то подозрение что возник инсульт проверить можно достаточно просто алгоритм на русском называется удар улыбка движение артикуляция решение если вы видите что с человеком происходит что-то не то то есть смысл попросить его улыбнуться подвигать руками что-либо сказать улыбка будет несимметричная то есть один из уголков рта не будет подниматься также как это происходит с другой стороны уголок рта будет оставаться на месте движение самое простое что можно попросить это поднять две руки вверх у человека с инсультом очень может быть что одна рука будет подниматься как обычно а другая либо запаздывать либо вообще не подниматься и так далее артикуляция тут нужно попросить человека что-нибудь сказать и очень может быть что его речь будет достаточно несвязной нужно очень простая фраза например сегодня светит солнце этого уже будет достаточно чтобы человек с нарушением речи сказал ее неправильно а может быть даже не понял что вы ему говорите и это тоже будет считаться один из вот этих трех признаков это уже достаточный критерий для того чтобы решить что у человека возможен инсульт и соответственно ему нужно срочно вызывать скорую помощь это как раз про четвертую букву р в слове удар решение если хотя бы один из признаков положительный то нужно срочно принимать решение о том чтобы вызвать скорую и уже по телефону при вызове скорой сказать им что вы подозреваете инсульт из-за вот такой-то симптоматики которую вы увидели это поможет медикам быстрее решить что нужно делать и спланировать свой маршрут заранее чтобы увести человека в сосудистый центр по-английски тот же самый алгоритм удар называется fest face arm speech and time то же самое в общем-то лицо рука речь и время ну время опять же на принятие решения чтобы принимать его максимально быстро этот алгоритм нужен для того чтобы быстро помочь человеку с инсультом и тогда в пределах первых трех часов от наступления этого неприятного события мы можем полностью обратить его проявление и человек возможно будет здоров как ни в чем не бывало это называется тромболизис то есть рассасывание тромба которое проводится специальными препаратами в стационаре в специальных сосудистых центрах соответственно у нас есть три часа чтобы во-первых распознать инсульт во-вторых вызвать скорую помощь дождаться ее приезда и в-третьих чтобы скорая помощь отвезла человека в стационар кажется три часа довольно много но на практике если вы столкнетесь с такой ситуацией то вам покажется что времени катастрофически не хватает поэтому крайне рекомендую вам запомнить такой алгоритм и при малейшем подозрении вызывать скорую помощь человеку и естественно оставаться вместе с ним до прибытия медиков чтобы можно было им объяснить что произошло почему так заподозрили и так далее даже если мы успеем провести человеку тромболизис и он полностью восстановится и как будто не было никакого инсульта к сожалению факторы риска у него все равно никуда не денутся то есть инсульт уже произошел из-за чего-то а значит если это чего-то не поменять то повторный инсульт запросто постучится в нейроны этого человека возможно даже в ближайшее время а повторный инсульт это всегда намного более опасная история это намного больше риск погибнуть и ничего приятного в этом нет факторы риска увы все те же что и всегда это просто здоровый образ жизни то есть это достаточная физическая активность это контроль над массой тела это правильное питание правильно это не значит соблюдение какой-то страшной диеты это значит просто достаточное количество овощей цельнозерновых продуктов злаков фруктов и всего прочего и поменьше налегать на животные жиры красное мясо еще зож это конечно отказ от вредных привычек и достаточная психологическая иена да-да соблюдение баланса между трудом и отдыхом сном и бодрствованием и всем прочим весьма серьезно влияет на наше соматическое здоровье то есть физическое а если мы не успели человека за три часа отвезти в стационар и сделать ему тромболизис то дальше остается только реабилитация и надежда на пластичность нервной ткани то есть тот вариант когда соседние с поврежденными нервными клетками могут взять на себя часть функции и тогда может произойти частичное восстановление но это то на что можно только надеяться как-то специально на это повлиять к сожалению практически невозможно и поэтому в большинстве случаев когда мы не успеваем привести человека в стационар с инсультом а к сожалению в большинстве случаев мы не успеваем то нам остается только ждать увы но медицина ничего не умеет делать с уже погибшими нервными клетками они все равно погибнут и никуда не восстановится это именно тот случай когда справедлива поговорка что нервные клетки не восстанавливаются если в головном мозге произошел инсульт то клетки погибли и на их месте будет развиваться глиоз это в общем то такой же рубец как у вас на коже после царапины возникает только именно в нервной ткани у человека после инсульта может сохраняться и в большинстве случаев будет сохраняться тот же самый паралич с которого все началось его можно будет постепенно разрабатывать при помощи упражнений физической культуры и просто достаточного количества движения и возможно со временем часть нервных клеток начнет двигать пораженной конечности рукой или ногой а может быть и не начнет к сожалению чаще всего именно так и происходит чтобы инсульт вас не настиг а это до сих пор одна из наиболее частых причин инвалидизации и в принципе смертности в россии чтобы инсульт вас не настиг старайтесь поддерживать здоровый образ жизни контролировать свои хронические заболевания вроде сахарного диабета артериальной гипертензии повышенной массы тела и нарушений липидного обмена и конечно же следить точнее даже не следить а отказываться от вредных привычек в первую очередь курение потому что именно курение может повреждать сосуды так что в них могут образовываться тромбы которые потом оторвутся и улетят в головной мозг вызвав там инсульт или в сердце вызвав там инфаркт миокарда желаю вам избежать таких неприятных вещей и до новых встреч пока спонсор этого выпуска аптека точка ру сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента заказ на аптека точка ру заказ аптеки поставщику на поставку товара оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек партнеров реклама не является публичной оферты товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста экономики оплата 観едрен аптека со стр проц 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 Продолжение следует...